За несколько часов работы тонны мусора и грязи, сухостой и спиленные деревья, многолетняя свалка из погребальной атрибутики, крестов и бутылок. Все это не могло скопиться за месяц или два. Для этого понадобились годы забвения и ничего не делания. Вдоль вот этого забора, так как у нас там овраг же, не попасть, машина туда не подъедет, вот эта часть у нас практически не убирается. А вообще, говорят, жители сами виноваты. Во всяком случае, так им пояснил сотрудник обслуживающей компании по имени Кирилл Анатольевич. Он сказал, что за территорией мы убираем. А на территории? На территории нет. Сами, сами. Это новое правило какое-то. Мы не знаем, мы вот поэтому и спросили, кто это должен вот эти кучи убирать. Даже хотя бы там, где проезжает КАМАЗ. Значит, вы должны сами убирать. Да, вот если вот так лежит за забором, они не трогают. Если за забором убирают. Мы не подозревали, что все это время Кирилл Анатольевич, который точно знает, кто и что должен делать, не представившись, скромно находился рядом с нами. Вот он невзначай проходит, прислушиваясь мимо, когда мы разговариваем с жителями. А вот он же, вездесущий, попадает в кадр уже на другом, мусульманском кладбище. Бдит, так сказать, причем не с косой, а с фотоаппаратом. Также незаметно он и пропал. А люди продолжали бесплатно наводить порядок. И делали это, в отличие от обслуживающей компании, на совесть. Получается, что инициатором субботника выступила обслуживающая компания «Реквием». Даже материально потратились. В местной газете разместили объявление о проведении мероприятия. Идею субботника ташкиновцы и жители Восточки поддержали. Ведь ситуация с порядком стала безвыходной. Посмотрите, какой по краям скосили, между рядами скосили. И вот то, что неприятно нам кажется, мы все это убираем. Вопрос поднимался по всевероятности, что всех ведомства отберут куш. И поэтому, наверное, они побеспокоились, я так думаю. Кутлинка не нравится, там беспредел. Вот мы ищем своих друзей, коллег, бывших по работе, и не можем найти. Там бурьяном заросло, поэтому порядок должен быть везде. И все. Есть хороший лозунг, с хорошими словами такими. Улиганарным каберем были, и сейнарным каберем были. Я докладываю, что это самое светлое место. Когда-то мы все тут окажемся. Жители-то постарались, в том числе и местный депутат. Именно его помощники и взяли на себя. Но не контроль, а организацию субботника. Причем обращались в обслуживающую компанию. Там обещание помочь дали, но не выполнили. Мы созвонились с Людмилой Алексеевной, но, к сожалению, оказалось, что она уехала отдыхать. И мы разговаривали с ее помощницей Надеждой Алексеевной. Но она сказала, что в этот день тоже подъедут. Но в итоге были представители администрации, собрались жители. Но их самих не было. Сейчас много говорят о вандализме. А как ему не появиться, когда этот самый вандализм процветает среди чиновников, обязанных за наши деньги содержать кладбище подобающим образом. Хотя заехавшие до начала сотрудники администрации людям все же кое-что пообещали. Забор попросили делать, чтобы все аккуратненько, все чистенько было. Ну а что ответили? Все будет, сказали, все будет. Когда? Когда сами поставите и уберете? Да нет, нет, нет. Просто сказали, будет. Все от вас зависит, сказали. Все от вас. Стоит заглянуть чуть дальше центральных аллей, здесь как раз и проявляется наплевательство. В первую очередь не обслуживающей компании, а самой администрации, которая просто дарит бюджетные деньги коммерсантам, а это, заметьте, почти полмиллиона рублей, ничего не требуя взамен. Лилия Грифульна, Ильшат Исламов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова